Перед нами располагается храм Архангела Михаила, который был заложен в 1660 году и уже в 1667 году строительство храма было завершено. Именно появление данного храма дало название самой усадьбы Архангельская, которая известна с 1537 года. Вокруг храма были совершенно иные постройки, которые были уничтожены уже по распоряжению князей Голицыных, выкупивших усадьбу в 1703 году. Данные же постройки появились уже гораздо, гораздо позже. Что касается самого храма, то он, судя по всему, является результатом работы колепостного зодчего Потехина, который принадлежал князю Остроумову. Именно Потехин построил другой, невероятно похожий на Архангельский храм святого Николая Чудотворца. Поэтому стоит сказать, что непосредственно сам храм является ярчайшим представителем древнерусского зодчества. Что касается самой усадьбы, то в 1703 году, как мы уже вам сказали, она была преобразована князьями Голицыными. Дмитрий Михайлович Голицын, первый ее владелец из данного рода, являлся одним из самых влиятельных людей в стране. В 1810 году усадьба была выкуплена князьями Юсуповыми. Это самый богатый род в Российской империи на момент февральского переворота. И именно по распоряжению Юсуповых возле храма была возведена высокая колокольня. Она появилась в 1820 году и, к сожалению, до наших дней не сохранилась, так как была уничтожена уже после перехода к власти большевиков. В 1919 году на месте усадьбы был основан музей. После этого начали уничтожать все постройки вокруг самого храма. В том числе был уничтожен важнейший элемент храма – колокольня. Впереди вы можете видеть уже деревянную звонницу, которая возведена на месте уничтоженной колокольни. Также здесь, а рядом с храмом, располагается захоронение Татьяны Николаевны Юсуповой, юной княжны, которая умирала всего лишь в 20 лет. И до 1936 года на ее могиле располагалась совсем другая скульптура, которую позже перенесли в крытое помещение для того, чтобы избежать ее разрушения. Также стоит сказать, что на территории самой усадьбы построены дворец, колоннада, построена усыпальница для захоронения представителей рода Юсуповых, но никто из них так и не был похоронен на территории усадьбы, за исключением уже упоминаемой нами юной княгини Татьяны Николаевны Юсуповой. Скорбный ангел стоит на могиле этой совсем еще молодой девушки, которая была тетей последнего владельца усадьбы Феликса Феликсовича Юсупова-младшего. Поэтому стоит отметить, что род Юсуповых должен был поирваться по мужской линии еще раньше. Собственно говоря, он и поирвался. Но по расположению, по разрешению императора, граф Эльстон Сумароков после женитьбы на княгине Юсуповой взял титул князя и стал князем Юсуповым. Его сын Феликс Феликсович-младший был последним представителем Юсуповых по мужской линии, после чего род все же поирвался. Но к тому моменту Юсуповы уже находились в изгнании. Субтитры создавал DimaTorzok